На этот раз все тайны космодрома наконец станут явью, пообещали в Роскосмосе. Присутствующим еще раз подтвердили, на космодроме Восточный токсичный гептил будет. И вопреки уверениям, которые были раньше, он будет здесь храниться и заправляться. Заправка компонентами топлива производится на специальных заправочных станциях. Такие станции существуют на всех космодромах, и такая станция будет построена на космодроме Восточный. На разгонном блоке «Фрегат» предусмотрена возможность в аварийных ситуациях аварийного слива компонентов ракетного топлива. За все время эксплуатации разгонного блока проливов компонентов топлива не зафиксированы. Космодром рассчитан на 10 пусков в год. На каждый пуск, по словам конструктора разгонного блока «Фрегат», уходит чуть больше 5 тонн гептила и амила. Доставлять их будут из Нижнего Новгорода, скорее всего, по железной дороге. Объемы запасов токсичного топлива постараются сократить. Остатки компонентов будем забирать и увозить непосредственно туда, либо на утилизацию, либо на дальнейшее применение. Но экономика диктует свое. Гидрозин, конечно, будем забирать. Цена за килограмм почти тысячу евро, поэтому мы к ним очень аккуратно относимся. Вторая экономика не требует создания больших запасов, как было раньше в дивизии. Естественно, будет небольшая пусковая доза, но может быть резервная еще. Естественно, там именизировать все риски, которые будут на объекте. Проектировщики и конструкторы «Союза-2», где используется фрегат с гептильным топливом, в один голос ствердили – опасность минимальная, если следовать технологии. В пример, в очередной раз провели Амурскую 27-ю ракетную дивизию, где хранились 60 ракет стратегического назначения. За годы существования в ракеты было заправлено около 600 тонн гептила. Да, товарищи, понятно, что гептил, что компоненты ракетного топлива однозначно они токсичны, однозначно они вредны для здоровья. Но я еще раз хочу подчеркнуть, мы будем со здравым умом дружить и выполнять все, что предписано нам документацией. Мы никаких последствий от эксплуатации здесь, на нашей Амурской земле, ракетного топлива не будем иметь. Самое большое для Амурской области опасность заверили в Роскосмосе – это пожары, которые могут возникнуть в местах падения первой ступени ракеты. Все остальные факторы рисков почти призрачны, уверяют специалисты, в том числе и экологическое влияние. Представитель антигептильного движения Наталья Калинина отметила, что главная проблема, из-за которой и рождаются домыслы – отсутствие доступа обычных людей к документам по оценке воздействия космодрома на окружающую среду. Под письмом к президенту России подписались 22 тысячи обеспокоенных ситуацией Амурчан, отметила она. Пользуясь случаем, Наталья Калинина попросила главу Роскосмоса подтвердить, что на космодроме не будут использовать печально известную ракету «Протон-М». Вы даете руку на отсечение, что здесь не будут использованы протоны на космодроме «Восточный». Вот даете ли вы руку на отсечение, что здесь не будет протонов? Наталья Владимировна, я готова ответить? Я, к сожалению, вас не вижу. Да, я тоже вас не вижу. Голову на плаву положить, что протона здесь не будет. А вот на другой вопрос, будет ли космодром «Восточный» использоваться как полигон для ядерных разработок, Владимир Поповкин ответил уклончиво. Ни да, ни нет. Представитель общественности также предложила провести публичное слушание не только в Амурской области, но и на других территориях. По траектории движения ракет и в районах падения их частей. И создать совет при правительстве, который будет следить за экологической ситуацией. Такой совет уже есть, отметил губернатор. И вообще специалисты самого высокого уровня уже объяснили, что бояться нечего. Кто хочет слушать, кто-то много слушает. У нас есть холодильники, которые и аммиак, и фреон используют. Это тоже опасные объекты. Понимаете, поэтому здесь и у нас и розливы нефти есть. Поэтому здесь говорить, вы знаете, вот так вот, усыпившись за проблему ее пытаться из нее что-то высосать, ну тоже не нужно. Другие выступающие предложили проводить такие информационные встречи не только в Углегорске. В Роскосмосе пообещали эти предложения учесть. Там также сообщили, что вскоре в области пройдут публичные слушания по вопросу строительства космодрома. Точная дата пока неизвестна. Скорее всего, они состоятся в сентябре. На них все желающие также смогут высказаться, чем их страшит или привлекает космическая гавань. Наталья Шепелева, Василий Пронькин, Альфа-Новости.